Региональное отделение Союза пенсионеров России объявило о результатах второго окружного смотра «Чистое подворье». В этом году оценочные комиссии работали в 17 муниципалитетах Ненинского округа. Они выбирали лучших из 175 личных хозяйств. Нарьенмар, Верхняя и Нижняя Пёша, Волоковая, Омах, Ангурей, Великовисочная, Лабожская, Харута, Каратайка. И еще 9 населенных пунктов. 5 месяцев находились в полной огородной готовности. Виной этому стал окружной конкурс «Чистое подворье». Мы начинали «Чистое подворье» с четырех дворов. Прошло 19 лет, и у нас участвует по городу 81 подворье. Это только владеющие пенсионеры. Свои владения пенсионеры и другие участники конкурса начали готовить еще с мая этого года. Именно тогда был объявлен старт огородному состязанию. Главными критериями в оценке места жительства картошки, огурцов, помидоров и других благородных культур стал творческий подход к его оформлению, а также наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн, состояние фасада и урожайность. Вы посмотрите, насколько вашими руками выращено и сколько всего красивого и вкусного. Цветы и овощи, и даже фрукты и ягоды. Дорогие друзья, Союз пенсионеров благодарит вас за вашу активность. Активность садоводов-любителей в этом году могла посоревноваться лишь только с урожайностью. Побиты все рекорды многолетней междоусадебной борьбы. 175 личных хозяйств в одночасье стали огородными конкурентами. Самому старшему из конкурсантов было 84 года, а младшей чуть больше 20. Но в этом конкурсе красоты возраст не имел значения. Главное – наличие форм, причем малых и архитектурных, которые используются для оформления придомовых территорий. А таких, как оказалось, в каждом населенном пункте немало. И все выставлены на показ. Статуэтки, огородные куклы, альпийские горки, фонтаны, замки, сказочные персонажи и многое другое. Лучшими из лучших в конкурсе «Чистое подворье» были объявлены 23 человека. 56 стали призерами. В день коронации самых креативных землевладельцев на Ринмаре прошел съезжий фестиваль для людей высокого возраста «Я люблю тебя жизнь», где они смогли продемонстрировать всем желающим дары своих огородов.